всем большой привет меня зовут людмила связала себе панаму из рафии и ее еще называют панама ведро модели панам могут быть самые разные нет конкретных правил как их вязать как собственно в вязании в целом самое главное понять принцип в конце видео я обязательно сделаю дополнение поделюсь своими мыслями лайфхаками более понятно расскажу о форме панам и шляп но и о многом другом обязательно досмотрите это видео до конца а сейчас я расскажу как я вязала такую модель и какие-то моменты процесса буду показывать как всегда не без косяков есть один дефект он никак не повлиял на внешний вид панамы о нем я расскажу тоже в конце видео на мой объем головы ушло два с лишним а . если у вас размер больше вам будет достаточно этой упаковки упаковки идут по три мотка перед началом вязания я расправляю ленту почему я так делаю я об этом расскажу в дополнениях в конце видео начинаем вязать с донышка я вязала по схеме идеального круга бесшовным способом для этого понадобится маркер можно заменить на любое приспособление булавочку скрепочку просто нить контрастного цвета чтобы сделать отметку формируем кольцо удобным для вас способом и в него провязываем 6 столбиков без накида затягиваем кончик нити и со следующего ряда провязываем в каждый столбик предыдущего ряда по два столбика без накида в раскол это значит крючок вводим в галочку сразу после первого провязанного столбика закрепляем маркер у вас в этом ряду должно быть 12 столбиков без накида ну или по-другому 12 галочек продолжаем вязать по спирали снимаем маркер без подъема сразу же в первую галочку провязываем первый столбик и в этот первый провязанный столбик сразу закрепляем маркер и в этом ряду прибавки делаем уже через петлю то есть провязываем в первую галочку два столбика без накида в следующую галочку один столбик и так чередуем до конца ряда маркер это начало ряда и так вяжем все ряды увеличивая каждый раз количество столбиков между прибавками а чтобы не видно было дорожки из прибавок делаем их в хаотичном порядке и таким образом вяжем донышко до нужного размера кто не знает как определиться с диаметром донышка ориентируйтесь по формуле расчетов которую нашла в интернете делим и округляем но я бы ей не доверяла это приблизительно смело отнимайте один-два сантиметра на экране мои расчеты у вас могут быть другие таким образом вяжем донышко до нужного вам размера вот такое донышко у меня получилось и желательно его отпарить и выровнять если есть неровности сейчас я вам покажу диаметр где-то примерно 16 16 с половиной сантиметров далее переходим на тулью вяжем прямо без прибавок маркер оставляем и запоминаем количество петель которые мы вязали между прибавками высоту тульи каждый выбирает по своему вкусу и своим предпочтениям можно сделать длинную можно коротенькую на расстоянии где-то примерно 15 15 половиной сантиметров я перешла на вывязывание полей так как у меня добавлены полоски джута а джут толще немного арафии и у меня автоматически поля увеличились поэтому прибавки я начала делать сразу после последней полоски джута и прибавки я делала в каждом втором ряду количество петель между прибавками должно продолжаться то есть после того где вы последний раз остановились довязывая донышко я вам ранее говорила запомнить это число после джута провязав поля еще пять сантиметров обвязала один ряд соединительными столбиками за дальнюю стенку косички края получаются аккуратные плотные и эстетичные если вам нужен край более стянутый тогда возьмите крючок меньшего размера панама готова если есть неровности ее можно отпарить и придать нужную форму по желанию добавить немного декора у меня есть разные бирочки деревянный кожзам вот такие вот съемные кожаные именные я заказывала для себя лучше всего конечно съемные их можно менять подобрав под любую одежду и вот такие еще всякие разные деревянные крашеные я вижу на заказ пинетки и поэтому свое время закупилась кстати у меня есть еще три моточка красивой пудровой рафии она одного цвета вот с этой бирочкой если связать какую-нибудь сумочку и на шляпку прикрепить эту бирочку получится красивый комплект да еще забыла у меня ушло ровно два моточка и начатый третий по поводу формы панама это или шляпа принцип вязания один донышко тулья и поля и чем чаще прибавки тем шире полотно я уже говорила что здесь нет каких-то конкретных правил формул все зависит от вашего вкуса ваших предпочтений и то с чем вы будете эту панаму или шляпу носить самое главное связать и донышко по размеру а потом уже как нафантазируете высокую широкую с большими полями либо короткие маленькие так далее по пряжи а кто-то отпаривает перед вязанием можно вязать и так но мне кажется что ленты в смятом виде вязать менее удобно чем подготовленной в расправленном виде петли получаются более пышными и вязать такой лентой удобнее чем спрессованной а также менее заметны дырочки но если хотите придать нарочитую небрежность изделию то вяжите так тем более это намного быстрее когда производитель заявляет что рафия сделана из пальмовых листьев то эта лента по идее не должна рваться она должна быть очень прочной фибра легко рвется я предполагаю что это бумага а не листья пальмовые ну похоже на то что это подделка но не спешите огорчаться это тоже неплохая пряжа по крайней мере вязать мне из нее очень понравилось правда я из натуральной не вязала и сравнить не с чем да кстати кто вязал у кого есть с чем сравнить пишите пожалуйста в комментариях и делитесь своим опытом вот ну и плюс что она бюджетная так как настоящая рафия будет стоить дороже так еще по минусам могут быть не про красы особенно это заметно в темных оттенках я уже с этим столкнулась в частности с синим цветом так что будьте готовы к сюрпризам кто помнит я вязала дочки панаму там немного другая модель кстати давно обещала вам как только будут готовы фотографии обязательно сниму для вас видео ну еще маленький лайфхак в процессе вязания лента может самопроизвольно с моточка распускаться и закручиваться чтобы этого не происходило размотали немного и зажали моточек резинкой тому резиночки эти не выбрасывайте они вам пригодятся это один из вариантов не бойтесь помять вещь из рафии берите спокойно в дорогу а если такое произойдет еще раз отпарьте придайте форму и будет как новое да чуть не забыла если вы заметили переход от донышка к тулье более плавный и округлый это мой косяк сначала я решила делать в тулье тоже прибавки но потом передумала и распустила но не до конца в общем получилось неплохо если хотите как у меня тогда после донышка провязав 6 рядов без прибавок следующие сделайте прибавки два раза через ряд и далее довяжите тулью без прибавок по моему все сказала вроде бы ничего не забыла вдохновляйтесь и вяжите с удовольствием я вам желаю всем хорошего настроения и до новых встреч пока пока